Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре «Спасти девушку». Это финальная серия. В прошлых частях мы с вами прошли уже 80 уровней. Это 81-й. Напоминаю, игра «Головоломка», в которой надо выбирать правильный или неправильный ответ. Но даже если мы выберем неправильный ответ, это будет прикольно, забавно и смешно. Итак, наша девушка очень хочет попить. Их видите, здесь только лужа. И у нас есть возможность выпить воду при помощи трубочки, либо прокипятить в чайнике. Вот как вы поменялись, понимаете, чайник это логичный ответ, это как бы правильный, но в этой игре всё нестандартно. А как правильно, правильный логичный ответ, он неправильный. Ну что ж, давайте-ка я, тем не менее, попробую использовать чайник и посмотрим, что же произойдёт. Итак, девушка кипятит чай, и всё-таки это оказывается правильным ответом. Вот логичный, как правило. Как мне следует поплыть. Итак, использовать либо шест, либо вентилятор. Ну, шест как бы более логичный ответ. Вот при помощи вентилятора я не уверен, что девушка сумеет. Но, тем не менее, вот этот нелогичный ответ не будет правильный. Вот как я и подозревал. Супер! И это огромный крокодил. Что же мы сможем с ним сделать? Либо надеть маску на крокодила, либо поймать рыбку и скормить крокодилу, либо поймать самого крокодила на удочку. Вот непонятно, какой вариант правильный. Ну, давайте-ка попробуем вариант с маской. Итак, и что же, и он рвёт маску и кусает нашу девушку. Ну, как-то вот так получается. Что ж, жутко, прикольно, но забавно. Итак, давайте-ка переграем миссию. Посмотрим, что же произойдёт, если девушка выпьет просто грязную воду из лужи при помощи трубочки. Ну, скорее всего, ей будет плохо. Не знаем, можно ли пить эту воду. И, как видите, ей стало очень плохо. Но это было бы как бы логично. Вот грязную воду не стоит пить, иначе будут проблемы с животиком. Супер! Итак, мы знаем, что лучше прокипятить воду, выпить её на природе, и тогда всё будет здорово. Супер! Перепрыгиваем на плод, как не сдвинуть этот плод. Итак, давайте-ка я попробую использовать шест. И что же? Ииии... Как-то вот так получается. Вот, вместо того, чтобы оттолкнуться, наша девушка как-то просто зависла на этом шесте. Что ж, это было прикольно, забавно. Ну, а сейчас давайте-ка мы с вами потестим все правильные ответы. Причём мы их уже с вами знаем. Итак, кипятим воду, пьём. Вот, настроение хорошее. Идём дальше. Вот, плывём на плоте. Искользую вентилятор. Супер, вот супер, а крокодила, я думаю, вот девушка сейчас использует удочку. Ага! Вот, неожиданное концовка, оказывается. Вот, под причиной крокодила скрывался какой-то мужчина, который пугал девушек. Ну, как-то так. Итак, у нас есть возможность использовать новый скин, новые платья. Но я это не буду делать, не хочу утомалять вас в видео. Хотя, смотрите, мы уже накопили 1700 монеток. В принципе, могли бы что-то интересное купить. Но я думаю, это мы сделаем уже в следующей серии. Вернее, после того, как сыграем. Итак, давайте-ка, друзья. Вот сейчас плот застрял. Девушка катается, и у нас возможность отодвинуть это бревно, либо разрубить. Вот, какой вариант из этих двух вариантов, непонятно. Какой правильный? Ну, давайте-ка воспользуемся топором. И что же? Вот, и это, оказывается, неправильный ответ. Девушка рубит бревно, ломается топор, и мы переигрываем эту миссию. Что ж, попробуем оттолкнуть бревно при помощи шеста. Ага, ну, как-то вот так. Девушка перепрыгивает, и движемся дальше. Ох, ничего себе, водопад! И мы можем спастись, используя шарики, либо вот шест. Я думаю, шарики это неправильный ответ. Ну, давайте-ка проверим. Итак, используя шест. Наша девушка падает в пропасть и погибает. Ну, вот видите, все-таки я угадал. Шарики это правильный ответ. Ну, и сейчас мы посмотрим, что же произойдет, вот, если она используется шарики. Ну, я думаю, она полетит. Хотя, возможно, я и не прав. Так, давайте-ка попробуем. Перепрыгиваем через бревно. Плывет себе дальше. И попробуем воспользоваться шариками, перелетев через водопад. Я могу летать, чуть не упала. Вот, летим. И что же? Ох, ничего себе, и неожиданная концовка. Вот, пчела, либо оса. Итак, мы можем натравить на нее какую-то птичку, либо использовать средства с инсектицидом. Вот, какой вариант из них правильный, опять же, непонятный. Я думаю, друзья, инсектициды это неправильный, правильный птичка. Хотя, давайте-ка проверим. Итак, брызгаем на пчелу. И что же? И, как видите, она кусает и пробивает шарики. Девушка правильно падает. Итак, я угадал, хотя концовка оказалась прикольная. Что ж, мы знаем уже все правильные концовки. Давайте-ка переиграем эту миссию. Перепрыгиваем через бревно. Вот, используя шест. Супер, движемся с вами дальше. Итак, водопад. Летим себе на шарики. И сейчас на вредную пчелу. Хотя, по-моему, это оса. Да, смотрите, друзья, полоски. Это все-таки оса. Вот, кстати, подсказка была. Какая огромная оса. И да. Вот, птичка хватает осу. И на этом заканчивается миссия. Мы ее все-таки проходим. Супер. Итак, все-все меньше и меньше уровней, друзья. Напоминаю, прошлое видео. Смотрите, мы прошли уже практически все уровни. А стоит Ньюца. У нас всего 4 уровня. И будет финал, концовка данной мобильной игры. Что ж, идем с вами на 83 уровень. И мы попадаем в какую-то жуткую лабораторию. Где я? Вот, робот. Итак, мы можем либо его как-то пнуть дубиной. Либо, используя скейт, как-то от него убежать. Либо его посадить и где-то откатить. Ну, давайте-ка я попробую дубину. Что же произойдет? Так, девушка бьет. Но робот на нее наезжает. И как-то все печально заканчивается. Что ж, супер. С роботом так просто не справиться. Вот, попробуем тогда его от него удрать. Итак, скейт. Да, вот так здорово девушка перепрыгивает. Вот, обманула робота. Идет себе дальше. Догоняет. Догоняет вреди на робот. Итак, мы можем поставить кнопку. Ну, как она, кнопка его остановит. У него же гусеницы. Либо вот такую вот сеть. Друзья, какой ответ неправильный? Ну, давайте-ка я попробую сеть. По мне, это более логичный вариант. Как видите. Да. Так, видите, все-таки она остановила робота. Не остановила. Чем я могу помочь? Итак, вот. Либо попробовать раздавить робота этим шаром. Либо поднять крюком. Ну, как по мне, крюк как бы более логичный. Хотя шар, наверное, прикольный. Итак, давайте-ка попробуем его раздавить. Да. Вот робот давит робота. И, походу, друзья, мы проходим этот уровень. Но прежде чем идти дальше, мне интересно посмотреть, что же будет, если мы используем неправильные концовки. Итак, мы знаем, что от робота надо удирать при помощи скейта. Вот. А что произойдет, если мы бросим кнопку? Вот, скорее всего, робот ее просто раздавит. Глупый человек мне это не остановит, скорее всего. Ну, как я подозревал. Что ж, здорово. Итак, давайте-ка попробуем еще, что же произойдет, если профессор активирует крюк. Итак, где я? Удираем от робота. Вот, здорово. Дальше мы пытаемся при помощи сети остановить робота. Вот как-то так. Вот сейчас можно убежать. Робот догоняет. Подъезжает профессор. Чем я могу помочь мадам? Так, крюк поднимает робота. Но он лазерной пушкой какой-то поджаривает девушку. Ну, как-то так. Что ж, тем не менее, друзья, мы видели вот этот уровень. Мы прошли... Ай, друзья, я случайно, я случайно запустил опять этот уровень сначала. Его можно было просто выбрать из уровней, чтобы его не проходить сначала. Ну, раз запустил, давайте-ка мы его все-таки пройдем. В принципе, если уровень пройден, мы просто его можем выбрать в шкале уровней. И просто запустить новый уровень. Ну, как-то так. Что ж, ничего страшного. Концовка здесь очень быстрая. Итак, давайте-ка раздавим до робота и перейдем к следующей миссии. Кстати, возможно, друзья, у нас накопилось монет. Давайте-ка что-то интересное прикупим нашей девушке. Хотя вот это платье мне, в принципе, здорово нравится. Поэтому особо менять я бы ничего не хотел. Но, опять же, можно было что-то изменить. Давайте-ка, кстати, посмотрим, что у нас есть. Итак, куча всевозможных скинов. В принципе, все мы можем себе позволить. Но вот это фиолетовое палате мне наибольше нравится. Вот что с прическами. А ну-ка, друзья, посмотрю. Возможно, я что-то сейчас изменю, либо изменю. Ну, в принципе, вот эта светлая прическа мне нравится. Хотя мы можем купить вот прическу за 1400 монеток. Но уже в ушах не будет вот этого, вот какого-то, вот, что это у нее в руках. Не знаю, какая-то серьга. Вот супер. Итак, туфли я тоже менять не буду. Короче, пусть все остается. Ничего мы не будем покупать. А лучше перейдем. А, друзья, и я не знаю, я случайно активировал платье. С мем-рекреативным радцем что-то случилось. Итак, профессор падает, все загорелось. Вот, профессор горит. Мы можем либо его, вот, как-то обработать огнетушителем, либо залить водой. Ну, давайте-ка я попробую залить водой. А, ой, что это с ним случилось? И он, походу, как-то сгорел. Вот только огнетушитель. Итак, сори. Случайно я активировал платье. Давайте-ка я все-таки возьму это фиолетовое. Оно мне как-то ближе. Итак, переигрываем уровень. Вот, идем за профессором. Итак, что с ним случилось? Надо срочно спасать профессора. И давайте-ка мы его попробуем, вот, как-то потушить при помощи огнетушителя. Спасибо, заработало. Сработало. Итак, неправильный перевод. Ой, я застрял. Помогите. Итак, либо ударить мячом, либо ударить топором. Ну, топор как-то слишком жестоко. Давайте-ка я иду за мяч. Отлично. Ну, как видите, это сработало. Вот, как я и догадывался. Нужно проверить. А что нужно проверить? Опять же, проблемы с его рекимным ранцем. Я думаю, правильный ответ. Перчатки. Ну, давайте-ка я потестирую отвертку. Вы знаете, что вы делаете. Итак, как видите, все-таки я был прав. Резиновые перчатки – это правильный вариант. Супер. Ну, что ж, давайте-ка переиграем игру. И сейчас попробуем правильные и неправильные ответы, которые еще мы с вами и нет не тестировали. Итак, мы знаем, что правильный ответ – это огнетушитель. Но и сейчас мне интересно, что же произойдет, если профессора снять дерево при помощи топора. Вот. Срубит дерево, либо заденет профессора. Ну, как-то так. Ага, падает дерево, падает профессор и падает дерево на девушку. И как-то вот так все это заканчивается. Тем не менее, мы можем переиграть миссию и посмотреть, что же дальше будет прикольного. Итак, с моим ранцем что-то не так. Мы его гасим при помощи огнетушителя. От дерева, вернее, с дерева сбиваем профессора при помощи меча. Бедняга все время цепляется. Ничего страшного. Вот супер. Ну, кстати, было забавно. Вот попало в голову, сбило с дерева, ему это даже понравилось. Итак, давайте-ка при помощи перчаток, резинок попробуем исправить. Вы не намного лучше. Вот, друзья, не успел это прочитать. Ну, скорее всего, профессор просто похвалил нашу девушку. Что ж, супер. Итак, очередная миссия пройдена. 85-й уровень. Да, остается всего, всего две миссии, друзья. И мы уже полностью закончим игру. У тебя в лаборатории так много разных интересностей. Позвольте мне показать. Так, попробуйте. Итак, что это такое? Ну, давайте-ка попробуем поставить сюда паука. Горшок, мне кажется, это как-то банально. И он делается большим монстром и кусает девушку. Ну что ж, это было прикольно. Вот, честно говоря, я догадывался, что это неправильный ответ. Итак, много новых игрушек. Вот, позвольте мне оказать свои изобретения. Отлично. Ну что ж, попробуем горшочный стиль. Горшок и из него... Роза. Ох, какая прекрасная дама заслужила. Вот, не успел. Ох, ничего себе. А, плотоядные растения. И давайте-ка мы попробуем насыпать на него перца. Не беда. И она начинает чихать. Ох, ничего себе, как прикольно. И оно огнем поджаривает профессора и девушку. Вот, супер. Ну что ж, это было забавно, прикольно. Ну и мы уже знаем правильный ответ. Вот. Итак, какие же игрушки у профессора? Сейчас он покажет свои изобретения. Это какой-то излучатель, вот, который мы знаем, вот, может вырастить прекрасную розу. Прекрасная дама заслужила прекрасный цветок. Вот такой был диалог. Вот. А что же станет с плотоядным растением, если мы его заклеим ему пасть? Ну, вот, забавно как-то тоже получилось. Идем с вами дальше. И что же еще в лаборатории профессора? Итак, хищные растения хватает девушку. И, по-моему, это был план профессора. У нас есть выбор, либо излучатель, либо огонь. Скорее всего, огонь, друзья, мне кажется, поджарит саму девушку, а вот излучатель правильный ответ. Ну, давайте-ка проверим. Итак, да, вот видите, профессор бросил огонь, но поджарил и нашу девушку, как и растение. Это оказался неправильный ответ. Вот излучатель, это и был правильный ответ. Ну, что же, сейчас мы протестим этот правильный ответ. Еще раз посмотрим на изобретение игрушки профессора. Выращиваем для нашей прекрасной девушки прекрасный ситок. Вот, да, отлично. Дальше мы попробуем заклеить платоядному растению пасть при помощи пластыря. Вот так забавно это все происходит. И что же дальше? И попробуем сейчас отбиться каким-то излучателем. Итак, ага, профессор уменьшает нашу девушку, и она выскальзывает со щупальцем этого растения. Ну, просто супер. Ну вот, друзья, итак, добрались мы с вами до финальной 86-й миссии. А как жаль, почему разработчики сделали нечетное число, непонятно. Тем не менее, финальный 86-й уровень. Что ж, давайте-ка его посмотрим. Итак, продолжаем гулять по лаборатории. Какое-то растение блокирует дверь. И что же мы можем делать? Использовать топор прорубиться или использовать перец. Как по мне, топор это более логичный ответ, но логичный, скорее всего, будет неправильный. Итак, давайте-ка я попробую топор. Итак, рубим. Как видите, оно застревает, и девушку нашу хватает. Вот, а что же может делать с перцем? Ага, итак, я думаю, девушка сейчас его съест, и огненным дыханием прожарит. Давайте-ка попробуем, возможно, я не прав. Итак, да, смотрите, съедает перец, и да. Вот, ну, я догадывался, что это будет как-то забавно. Как мне пробраться через эту дыру? Вот, с шариками, понятно, перелетим. А что вот хомяк делает, вообще непонятно, поэтому давайте-ка я попробую хомяка. Хомяк движется, ничего себе, вот, движется по кругу и просто закрывает дверь. Похоже, он, друзья, не успел прочитать. Так, как мы можем удрать от робота, либо при помощи джетпэка, либо, вот, какой-то сканер, без понятия какой, правильно, ну, давайте-ка нажму джетпэк. Так, улетаем, но робот стреляет ракетой и выбивает, вот, нашу девушку. Но как это так? Что ж, это было жестоко, но мы можем переиграть миссию и выбрать правильную концовку. Но вначале, друзья, давайте-ка мы посмотрим, что же за неправильный ответ будет в следующей миссии. Итак, первый ответ мы знаем, что правильный. Это поджигаем растение, просто съедая перец. Вот, а что же произойдет, если мы попробуем, вот, перелететь через дыру? Наверное, просто пойдем. Ага, излучатель, вот, в лаборатории какая-то лазерная пушка прожаривает шарики. Вот, не лопает, девушка падает в пропасть. Что ж, это было печально-досадно, но ладно. Итак, финальная миссия, и мы уже знаем все правильные концовки. Итак, какое-то растение блокирует двери, и у нашей девушки нет выхода, как его прожарить. Вот, огненным дыханием от перца. Вот, где наш хомяк? Он поможет прибраться через дыру. Вот, и сейчас попробуем справиться с роботом, используя какой-то сканер. И что же? Ага, это телефон, это рация. Вот, она призвала доктора, который и деактивировал, и уничтожил робота. Супер, ну вот, здорово. Итак, друзья, неужели это финал игры? Неужели все закончилось? Давайте-ка я нажму далее и посмотрим, что же произойдет. Да, друзья, почему-то нас уже перебрасывает на 16 уровень. А почему на 16, непонятно. Непонятно? Ну, как-то так. Вот, видите, перебрасывает почему-то на 16 уровень, хотя мы его уже проходили. Вот, просто, да, он просто перебрасывает назад. И обратите внимание, здесь нет уровней, то есть бесконечно. Что ж, друзья, да, я знаю здесь прохождение. Давайте-ка мы вот закроем бандиту лифчиком глаза, просто дойдем этой уровень, уже добьем данную мобильную игру. Здесь девушка просто при помощи шапочки перелетает через пропасть и стираем вот этого воришку властиком его танк. Вот здесь эти правильные ответы я уже знаю. Что ж, друзья, мы закончили с вами мобильную игру «Спасти девушку». Прошли все миссии. Сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, понравилась ли вам эта игра. Вот, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым верхним углом на колокольчик возле кнопки подписка. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, как-то нажимайте на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова